Ребята, всем привет! Сегодня я буду снимать вопрос-ответ. Я недавно выложила пост в инстаграме и спросила, какого плана вы хотите видео на моем канале, на моем ютуб канале. И поняла, что очень многие ждут видео вопрос-ответ. Поэтому я, не долго думая, решила его снять. И сегодня я поотвечаю на ваши вопросы, которые вы писали под уже следующим постом, который я выложила сегодня. И под которым попросила вас задавать интересные вопросики. Буду читать сразу, говорю, на мамином телефоне, потому что на свой снимаю. Потому что знаю, что вопросы под этим видео в комментариях будут одни. А где твой телефон? Поэтому сразу говорю, что снимаю на свой телефон и читаю через мамин телефон. Кстати, первый вопрос. Я еще не читала комментарий, не знаю. Но его очень часто задают, почему я снимаю на телефон, а не на камеру. Камера у нас есть. Здесь ее нет, не стоит она. В общем, у нас камера Sony. Маленькая такая. А снимаю я на телефон, не знаю. Мне удобнее снимать на телефон. Во-первых, телефон всегда заряжен. А камеру нужно каждый вечер ставить на зарядку. Так как снимаю я видео каждый день. Поэтому легче телефон поставить на зарядку, ты его в любом случае ставишь на зарядку. Чем у телефона. Камеру. В общем, мне с телефоном удобнее работать. Ну и плюс, дома телефон снимает лучше, чем эта камера Sony. Я сейчас вам покажу эту камеру. На улице она снимает идеально, когда тем более еще солнышко светит. Прям вообще супер-купер. А вот дома вот такая вот камера снимает. Немножко плоховато, как мне кажется. Поэтому мне удобнее снимать на телефон. А вообще, эта камера экшн. Мы ее всегда берем в путешествия на море. С ней можно снимать под водой. Но обязательно чехол нужно надеть. И снимать под водой. В общем, камера крутая. Но дома больше нравится снимать на телефон. Вообще, эта камера как бы для путешествий. Как у Прошка. Ну и давайте переходить к вопросам. Их здесь 120 вопросов. Наверное, все про нее читать не буду. Отвечать. Но поотвечаю на самые часто задаваемые вопросы. И вопросы, которые я считаю интересными. Первый вопрос, который у меня вылез. Это твой любимый шоколад. Я очень люблю Милку. И я люблю Максфан, наверное. Да. Милку и Максфан. Вообще, на самом деле, люблю любой шоколад. Который не просто классический. Да, молочный или темный. А обязательно, чтобы была вкусная начинка. Например, орешки. Или какая-то ягодная начинка. Вот такого плана. Я просто обожаю шоколадки. Люблю шоколад с мармеладом. Но из простых шоколадок без начинок. Я люблю белый шоколад. Отпористый. И причем белый шоколад самый вкусный для меня, как я считаю. Это воздушный. Вот просто обожаю этот белый шоколад. Там этот шоколад очень похож на шоколад из киндера. Сюрпризика, яички. Поэтому вот так вот. Много времени проводишь с друзьями? Нет, сейчас я провожу время немало с друзьями. И еще один вопрос, который вы очень часто задаете практически под каждым видео. Что на влоговом канале, что на Лика Лайв, что на Мими Шоу, хотя там комментарии уже отключили. Ну, неважно. В общем, этот вопрос очень часто задаете. Есть ли у меня друзья? А точнее вы пишите, что Лика, как можно жить без друзей? Лика, у тебя нет друзей? Лика, почему у тебя нет друзей? В общем, вы решили как-то это за меня, что у меня друзей нет. На данный момент, да. У меня подруги нет. Конечно, она была. И в девятом классе была подруга. У меня вообще... Я дружбу ассоциирую так вот, что я не могу дружить со всеми сразу. Или там несколько компаний такая большая. Для меня дружба это вот один-два человека, не больше. Я не могу распыляться на всех и дружить со всеми. А если уже начинаешь распыляться на всех, то я считаю, это уже не прям как дружба, а просто как общение, хорошие знакомые. Для меня дружба это немножко другое понятие. И как-то до начала девятого класса у меня была подруга, прям подруга-подруга. Мы, наверное, года три, даже может быть четыре прям хорошо общались. Нас всегда называли «не разлива вода». В общем, все так было классно, здорово. Но как-то, наверное, к девятому классу мы подзрослели и поняли, что немножко у нас разные интересы. В общем, наши дорожки немножко разошлись по разным сторонам. И мы одолелись друг от друга. Ну, потом в пятом классе я уже начала общаться с другой девочкой, еще с параллельного класса. И сейчас мы общаемся, очень хорошо общаемся, но я не могу называть это прям дружбой-дружбой. Это, да, хорошие знакомые, да, просто вот общаемся. Я не могу назвать прям это вот прям такая дружба-дружба. «Не разлива вода». Нет, конечно. Да, есть девочки, с которыми я общаюсь на данный момент. С которыми мне интересно и есть о чем пообщаться. Да, конечно, такие люди и есть. Не думайте, что я тут сижу в четырех стенах и не с кем не общаюсь. Ладно, идем дальше. К следующему вопросу переходим. «Хоть раз покупала вещи в секонд-хенде?» Нет, я не покупала вещи никогда в секонд-хенде. «Кто тебе нравится из блогеров?» Я, честно говоря, сейчас не смогу прям так точно ответить, потому что у меня нет любимого блогера, которого я бы смотрела постоянно, каждый день бы проверяла его канал, вышло бы новое видео или нет. Просто вот в рекомендации, что вылазит, какое-то название зацепит или картинка прикольная, туда захожу, смотрю. Но прям вот любимого блогера, моего кумира нет, у меня такого нет. «Хотела бы уйти с домашнего обучения на обычное школьное». Нет, не хотела. Мне на домашнем обучении очень нравится. Главное распределить правильно время, все успеваешь, если правильно распределить время. В общем, конечно, на домашнем обучении плюсов очень много. Я как-нибудь, наверное, к концу уже учебного года сниму видео, в котором расскажу вам плюсы и минусы, хотя минусов я пока еще не нашла в домашнем обучении. Ну, может быть, один. В общем, я вам все это расскажу, но это ближе уже, наверное, к концу учебного года. Но плюсов там очень-очень много, и, конечно, нет. Я бы никогда не променяла домашнее обучение на школьное. Просто даже вот общаясь с девчонками с моего класса, с которого я ушла в прошлую школу, и я понимаю, что они просто сейчас тратят время на какие-то предметы, которые им в дальнейшем вообще не нужны будут. Точнее, не предметы, которые не нужны, а информация, которая тебе в дальнейшем не пригодится. Даже учителя говорят, что 10 класс — это практически все повторение. Для примера могу привести. Я была недавно на консультации по русскому языку, и мне сказали, что в 10 классе нет ни одной темы, которая будет не на повторение. Все темы — это просто чисто повторение 9-го, 8-го класса, ну и, в принципе, все, что тебе нужно для ИГ. Я, опять же, общаюсь с девчонками, они рассказывают, сколько они поздно приходят домой, потом делают уроки. В общем, получается, опять же, весь день у тебя нагружен именно школой. А точнее, повторением предметов, то, что, в принципе, ты можешь повторить сама и дома. Ты бы хотела iPhone 12. А что, уже вышел? Я не слышала про 12 iPhone. Вроде как бы только 11 недавно вышел. Ты бы хотела iPhone 11 Pro Max? Нет, я бы не хотела. Я, честно говоря, на данный момент не вижу смысла менять телефон. У меня 10 iPhone, и я не вижу смысла, потому что, в принципе, 10 и 11 ничем не отличаются, как я поняла, кроме камеры. Поэтому меня устраивает 10, я совершенно не хочу 11, а вот 12 уже посмотрим. Так, следующий вопрос. У тебя есть парень? Нет, на данный момент у меня парня нет. Это не самая главная цель на данный момент в моей жизни, и сейчас я даже об этом не задумываюсь и не зацикливаюсь на этом. Хотя по комментариям читаю и понимаю, что многие зацикливаются уже 12 лет, пишут. Как это так? Ты без парня? Да, я без парня, у меня парня нет, и... Не знаю, нормально, пока живу. Справляюсь. Ладно, идем дальше. Слушаешь Егора Крида? Ну, как бы нет и да. Ну, слышу песню какая-то, понравится, послушаю. Честно говоря, сейчас я не могу назвать песню, а нет, могу. Голубые глаза сейчас в ТикТоке ее очень часто снимают, поэтому могу назвать Голубые глаза. А так даже я и не вспомню никакую песню его, поэтому нет, не могу сказать, что это прям ой-ку-ми. Есть ПМС? Парень есть, но про парень я уже ответила, про ПМС. Да, у меня есть ПМС, и я думаю, как бы это нормально. Почему у вас вообще вон такой вопрос? Мне уже как бы почти 17, и начинаются они в среднем с 12 до 14, до 15 лет. Мне, конечно, уже больше 15, и, следовательно, у меня тоже есть ПМС. Я, кстати, уже видео про это снимала, рассказывала вам про лайфхаки, и я думаю, что если бы у меня их не было, я бы, наверное, вам бы про это не рассказывала. Правильно? Мне кажется, это логично. Как я поняла, этот вопрос вас очень интересует, потому что много встречается на такой тему вопросов. Поэтому, если я не забуду, оставлю ссылочку на те видео, в которых я рассказывала про ПМС. И кому интересно, переходите и смотрите. Куда собираюсь я поступать? Какие экзамены будешь сдавать? На кого и где? Я, честно говоря, еще сама не знаю, куда я буду поступать. Думала на дизайнера, но сейчас немножко все поменялось. И, в общем, я не знаю, куда я буду поступать. Сдавать точно я буду литературу и русский с математикой. Еще вот думаю насчет общества знаний, сдавать или нет, не знаю. Но понимаю, что примерно направление будет у такого плана, что это творческое, но в какую именно сферу и в какой институт уж тем более, я еще не знаю. Вообще, я знаю то, что можно в пять институтов подавать, и буду, конечно, по всем институтам раскидывать. И там уже, куда буду поступать. Будем выбирать. Почему не гуляешь с друзьями? Допустим, мне очень нравится ходить с девчонками в кинотеатр, собираемся на дни рождения в кафе. Допустим, с подружками собраться дома у кого-то. Да, это я понимаю, как бы все понятно. Или, как сейчас, на данный момент я замечаю, подростки гучкуются и сидят в торговом центре или на лавочках, на холоде, и я вообще не понимаю. Я не понимаю этого, это точно не мое, я такое не люблю. Любишь ужатики? Для тебя самый страшный ужас. Ну, ужастики люблю, конечно, и ночью, хотя ужастики именно ночью смотрят. В общем, да, ужастики я люблю, но сказать прям самый любимый ужастик я не могу. Не знаю, просто люблю интересные ужастики. Кстати, вспомнила ужастик, по-моему, если я не ошибаюсь, называется «Самара». Вот его я помню. Смотрели недавно этот ужастик. В принципе, интересно было. В первом классе ты пошла в Петербург? Нет, в первый класс я пошла в Пятигорске. И, кстати, там у меня была подруга, с которой мы расставались со слезами. Но я знаю, что сейчас она уже ехала в Москву, поэтому все равно в итоге бы мы не смогли учиться в одном классе. Во второй класс я уже пошла в Питере и тоже со слезами на глазах, потому что было очень трудно. Во-первых, переходить в школу трудно. А тут еще и новый город, новые учителя. У меня очень хорошая была учительница в первом классе. Мы, кстати, с ней до сих пор общаемся. Раньше еще по скайпу общались, но сейчас уже нет. Но все равно в соцсетях мы переписываемся и иногда общаемся. Но, кстати, она тоже уже давно ушла из школы, в которой я училась. Поэтому все, что делается, все к лучшему. Лика, тебе не идет быть блогером. Ты не публичная личность, а больше домашняя. Псс, чисто мое мнение. Да? Ну ладно. А мне нравится быть блогером. Если вы тоже так считаете, что мне идет быть блогером, ставьте лайки. А если не считаете, то тоже ставьте лайки. А вообще, на самом деле, мне очень нравится быть блогером, снимать видео. И мне, честно говоря, больше нравится снимать какие-то такие семейные домашние влоги, чем челленджи. Не знаю, пишите в комментариях, что нравится вам больше в блоге. Или челленджи. Если честно, дальше вопросы уже повторяются про парней, про друзей, про месячные. Поэтому, в принципе, на такие вопросы, часто задаваемые, более-менее интересные, я поотвечала. Думаю, вам было сегодня со мной интересно. Если я не ответила на вопрос, который вы задавали, I'm sorry. Понимаете, что я не могу ответить прям на все вопросы. Если вам нравится такого плана видео, то я обязательно сниму вторую часть, где поотвечаю на ваши вопросы. Так что пишите в комментариях. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр и пока-пока!